Несинхронизированные объекты стремятся к синхронизации, и когда они синхронизируются друг с другом, они создают распределенную структуру. Каждая клетка моего организма сама по себе является централизованной структурой. И, казалось бы, я тоже являюсь централизованной структурой, но нет, на самом деле я это синхронизация более чем 100 миллиардов различных клеток, и все эти клетки одноранговые, нету более или менее главной клетки в моем организме. Клетка моего сердца ничуть не важнее, чем клетка моих легких, и они обе ничуть не важнее, чем клетка моей печени. Все они синхронизированы в одну гигантскую распределенную структуру, в результате которой я выгляжу как достаточно централизованный индивид. И мы, как индивиды, в состоянии создавать как централизованные, так и децентрализованные структуры. Все зависит от того, какое количество энергии для создания структуры мы готовы выложить. Распределенная структура — это та структура, в которой участники взаимодействуют друг с другом напрямую, а централизованная структура — это та структура, в которой двум участникам необходимо обращаться к третьей стороне, чтобы совершить связь друг с другом. Смысл централизации состоит в том, чтобы затратить энергию и помешать прямой связи двух участников. Для этого создается альтернативный коммуникационный протокол, известный нам как деньги. Государство специально создает деньги как коммуникационный протокол между производителем и потребителем и мешает производителю и потребителю общаться любыми иными способами. Если вы не будете использовать деньги государства, вас посадят в тюрьму. Но вот появляется блокчейн — это новый коммуникационный протокол между производителем и потребителем. И государство начинает затрачивать энергию, чтобы пытаться централизовать эту распределенную структуру. Они пытаются ввести регулирование, то есть сделать так, чтобы производитель и потребитель перестали общаться друг с другом напрямую, а начали общаться обратно через государство. Официально любой директор компании занимается тем, что помогает коммуникации отдела закупок с отделом продаж. Но на практике директор занимается тем, что он мешает связаться напрямую отделу по закупкам с отделом продаж. Стоит куда-то директору пропасть на один-два месяца, и эти два отдела начинают взаимодействовать друг с другом напрямую и находят обходные пути, чтобы приобретать подешевле, продавать подороже и выручку брать себе. Но стоит куда-то отлучиться отделу по закупкам и отделу по продажам, как производитель сразу же напрямую свяжется с потребителем, и потребитель будет приобретать товар по самой выгодной цене, а производитель будет получать с этого наибольшую выручку. Выглядит все это приблизительно так. Отдел по закупкам берет у производителя что-либо по 5, передает его в отдел продаж уже по 7, а отдел продаж передает это потребителю уже по 10. Если отдел закупок и отдел продаж исчезают, и производитель начинает связываться напрямую с потребителем, то тогда потребитель берет это у производителя напрямую по 5 и сам это получает по 5. Смысл третьей стороны и централизации помешать напрямую связаться производителю с потребителем, чтобы получить на этом выгоду. Блокчейн становится универсальным коммуникационным протоколом, который полностью исключает необходимость в третьей стороне. Он помогает различным элементам структуры синхронизироваться друг с другом на наиболее выгодных и естественных условиях. Любое взаимодействие, будь то физическое, экономическое или социальное взаимодействие, происходит по пути наименьшего сопротивления, а наименьшее сопротивление именно там, где не прикладывают энергию для того, чтобы нарушать прямые связи. На протяжении долгого времени нам приходилось пользоваться коммуникационными протоколами, которые были созданы централизованными группами, конечно же, в интересах централизованных групп. Государство затрачивает немеренные усилия и энергию, чтобы интернет-провайдеры давали нам доступ только к тому интернету, которое государство разрешает. Google, Amazon и Facebook готовы целовать нас в заднице, лишь бы мы пользовались их сервисами и давали им доступ к нашим данным. Но во всех в нас существует естественное стремление к синхронизации друг с другом без третьей стороны. И поэтому на смену централизованному взаимодействию приходит распределенное взаимодействие. Взаимодействие при помощи блокчейна, взаимодействие Web 3.0. И сколько бы энергии централизованные структуры не тратили на то, чтобы помешать нам с вами взаимодействовать напрямую, мы все равно будем продолжать стремиться, обходиться без третьей стороны, потому что в этом и заключается второй закон распределения. Все несинхронизированные элементы стремятся синхронизироваться. Исходя из первого и второго закона распределения, легко можно предсказать, как будут разворачиваться события в будущем. Если вы уже поняли, тогда напишите об этом в комментарии. А если вы еще находитесь в процессе понимания, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал ForkLog и ждите следующей серии Fork The System. А я пошел готовиться к нашему светлому децентрализованному будущему.